Всем огромнейший привет! Сейчас сделала небольшой себе перерывчик. Собрала тазик кабачков. Пока я думаю, что буду с ними делать. Я решила снять ответ на запрос от Юлии Творчества. Она просила сделать обзорчик на эти два набора от РТО. Первый называется Веснушки и вторая Гордая краса. Веснушки. Это работа, которая в итоге будет размером 30х34. Также сказано, что в составе набора входит мулине DMC, ткань Луганец-Вайгард, схема, игла, инструкция. Вот и посмотрим. Здесь я нашла в наборе иголочку Джон Джеймс. Это обычные иголочки, которые РТО кладет в свои наборы. По моим ощущениям, это 26 размера иголочка. В Совятах были 24 иглы. Это чуть потоньше. Наверное, считается, что на Лугане такую иголочкой легче вышивать. Далее идет ткань Лугана. Интересно, что они вложили в картоночку. Наверное, чтобы вид не портился. Мы помним, что работа должна быть 30х34. Сейчас посмотрим, какого размера тканюшку они сюда положили. Измеряю 53 на 45. 53 на 45. Очень неплохо. Как раз будет место для того, чтобы потом оформить эту картинку в рамочку. Две палеточки ниточек. Правда, здесь занимают ячеечки одинаковые ниточки. 6-7 номер совпадает. 8-9 совпадает. 10-11 совпадает. То есть, в итоге получается не 20 цветов, а 17. Цвета достаточно спокойные. Такой гаммы, которая мне нравится. Сейчас посмотрим, что же в схеме. Схема состоит из двух листочков. Это нижняя часть. И как раз очень видно, что схема достаточно проста. В том отношении, что много цветовых пятен. И надеюсь, все это будет вышиваться легко. И на верхней части идет ключ. И голова девушки, и голова гуся. В ключе, кстати, сказано, что здесь есть два смесовых цвета. Так, что они хотят совместить? Пятый цвет совмещается с 14-м. Вот такое необычное сочетание. Это сочетание будет использоваться в волосах девочки. И второй смесовый цвет. Это шестой. И первый с этой палеточки. Здесь уже поближе цветовая гамма этих оттенков. И такая смесь будет использоваться на ее курточке. В одежде. Какую еще информацию можно найти на схеме. Что схема разработана Сотниковой Олькой. По мотивам работы Нэнси Ноэль. Кстати, точно такая же информация написана и в другой работе. Следующая работа. Гордая краса. Слегка поменьше. Но комплектация у нее практически такая же. однако есть и отличия. Картиночка здесь немножко поярче. В итоге должен получиться размер работы 25 на 32 сантиметра. Давайте измерим ткань. Кусочек поменьше. Но все-таки не маленький. 45 на 40 сантиметров. Не пожалели они тканюшки. Равномерки положили достаточно. Так. Откладываем в сторону. Иголочка здесь такая же. Джон Джеймс. 26 размера. И смотрим, что с нитками. Здесь с нитками, конечно, богатство побольше. Несмотря на то, что рисунок поменьше. Ниток больше. Они скреплены степлером. Три палеточки всего здесь. И заметьте, что один цвет все-таки они запихнули в одну дырочку. То есть вот здесь есть много ниточек. Восьмого, девятого и десятого цветов. Также здесь еще добавлен красный. Ну, поскольку петушок, гребешок-то надо вышивать. Получается, что здесь цветов на палеточках. Две полные и еще четыре цвета. Тридцать четыре оттеночка. Посмотрим, что в схеме. Ветер поднялся. Мне бы теперь это все удержать. Схема также на двух листах. Это вот нижний лист схемы. Тоже очень хорошо разработано. Мне нравится. Здесь нет никаких таких странных одиночных крестиков. И первый лист схемы. Голова девочки. Тут петушок немножко проглядывает. И нужно заметить, что здесь уже больше смесовых цветов. Аж шесть штук. Вот они указаны. И даже немножко бэка. Вот на губах и на глазах девочки. Весь остальной дизайн выполняется крестом в две нити. Ну, то есть заморочек практически никаких. Ну, а смесовые цвета это не такая уж и сложность, как мне кажется. Вот, я думаю, что я удовлетворила любопытство тех, которым было интересно посмотреть, что внутри этих наборчиков. Всем огромное спасибо за ваше внимание, за просмотры, за общение со мной. Всем желаю прекрасного вышивального настроения. И до новых встреч. Пока-пока.